Всем добрый день! Я закончил ремонт и восстановительную работу со своим электрофэтбайком Как вы видели в ранних видео я разобрал его до рамы для того, чтобы мишгано легче было его варить Все отдал в мойку, пацаны керхером помыли крылья, раму и в чистом виде я уже отдал мишке Он с запорным механизм стянул струбциной и проварил полностью То есть даже крепежные запорные элементы остались на месте То есть оси всей запорной механизмы никуда не удалялись для большей жесткости Теперь это выглядит таким вот образом Сразу говорю, что я не стал упарываться со шлифовкой сварного шва потому что таким образом я бы его уменьшил и подбором краски была краска, я покрасил и этого вполне достаточно с моей точки зрения Кроме всего прочего я произвел ревизию его заменил тросики тросик переключения скоростей тросик переднего и заднего тормоза также заменил цепь но цепь здесь 128 звеньев поэтому в магазине были в наличии 116 пришлось купить две цепи и соединить их уже в одну на все это у меня ушло 4000 то есть я еще лужинку цепи купил и в принципе сейчас все нормально единственный момент те изменения которые произошли в оригинале в раму уходил провод питания управления электрикой и тросик заднего тормоза но к моему большому сожалению я с заваренной рамой не смог протолкнуть туда провод управления поэтому пустил его снаружи вместе с тросиком переключения скоростей ну то есть в принципе ничего все нормально а теперь у нас дождь до этого стояла температура плюс 33 влажность и сейчас нас ливанет довольно таки серьезно я как раз под это благоденствие попадаю ну наверное надо сваливать ха-ха-ха ну такие крупные капли хорошие такие сейчас меня промочит основательно но мы давно ждали что пройдет дождь и я первый ощущаю сейчас на себе его прелесть и так после ремонтных работ велик перестал так греметь и скрипеть как это было раньше то есть конструкция сейчас стала более жесткой не такой как это было раньше и мне это конечно нравится больше чем раньше я бы вообще был бы рад если была бы модель в таких же габаритах но без разъемной рамы мне и сразу писали о том что завари раму нафига тебе это надо но на тот момент в принципе никаких повреждений не было и необходимости вносить вот такие радикальные изменения в конструкции я был не готов и уже после того когда я видел что с такими повреждениями на нем уже кататься нельзя было принято это самое радикальное решение я значит на сайте эльтрека написал длинный комментарий с ссылкой на плейлист то есть всю историю этого электровелосипеда со всеми своими выводами ну и разумеется его никто не опубликовал ну потому что есть вопросы много положительных моментов оба наград по-моему много положительных моментов он действительно мощный и он прет как бешеный это здорово это круто все болтовые соединения гайки самоконтрящиеся слушайте град пошел да град самоконтрящиеся гайки и ни одна гайка за эти два года не открутилась не потерялась и это конечно здорово но основной конечно же недостаток это то что лопнула рама это конечно вообще фатально смотрите град идет я попал под град и это это не прикольно сейчас я мокрый буду как так корек да уж прямо я так волн я выехал я прямо чувствовал что что-то будет приятное дождь закончился я выехал уже вечером доснять сегодняшний сюжет и остановился я на том что после рама заварена наглухо велик перестал греметь греметь скрипеть но он не стал абсолютно беззвучным потому что все-таки это устройство состоит из множества деталей ну я думаю что теперь источником скрипов звуков является багажник потому что крылья закреплены прочно и вот прижимная планка я думаю и создает эти наиболее выраженные звуки но от багажника не могу отказаться потому что я на этом велике все равно перевожу грузы то что я рассказываю это субъективно мое мнение оно разумеется не может и не должно совпадать с другим но однако что нравится нравится посадка регулировка руля на достаточно большую высоту и сидишь ну прямо комфортно я на нем сижу комфортно мне нравится в отличие от велосипеда который я показывал в прошлый раз это электричка от китайского бренда АДО или АДО там мне посадка вообще не понравилась но как говорится дело привычки теперь что касается технического состояния данного велосипеда он оборудован педальным ассистентом и кроме всего прочего ручкой газа педальный ассистент это когда ты крутишь педали и он подхватывает начинает помогать тебе ручка газа разумеется едешь просто на ручке газа и вот спустя некоторое время я не запомнил тот момент когда у меня перестал работать педальный ассистент к моему большому сожалению я живу в городе Кемерово где нет нормальных мастерских а те кто есть они завалены ремонтом самокатов поэтому к сожалению обратиться особо некому разумеется накладывает свой отпечаток поэтому приходится как-то выворачиваться самому а так как у меня нет навыков электромеханик как обычно это происходит методом исключения поэтому первое что я сделал это я заказал новый датчик педального ассистента на авито по-моему стоило рублей 700 что ли приехал я его подключил и ничего не происходит была отрицательная ошибка которая в общем-то достаточно определенная мне говорила о том что отсутствует сигнал передачи данных между контроллером и дисплеем но при подключении педального ассистента эта ошибка пропадала и я спокойно ехал но уже на ручке газа поэтому когда приехал новый датчик я его подключил возникла та же самая ошибка но расходы были небольшими в принципе ладно я с этим смирился заменой контроллера контроллера упал вместе с мотором ошибка не пропала то есть можно было конечно предположить что возможная проблема с контроллером который я тогда тоже поджарил здорово мне наш электрончик перепаял заменил элементы которые выгорели но замена контроллера ошибку не убрала она такая же была и 30 поэтому я начал грешить уже на электропроводку и начал искать специалисты которые смог бы прозвонить эту проводку и определить ее либо кз либо обрыв и мне порекомендовали человека который занимался установкой сигнализации и который мог как раз произвести диагностику проводки ну и при возможности конечно его устранить но на тот момент мне нужно было гнать велик в другой район оставлять его там ну и ситуация которая достаточно типичная когда ты оставляешь что-то на ремонт и тебе начинают ездить по ушам что ну некогда пока вот был занят вот подожди маленько вот там сейчас заказов много поэтому я не стал обращаться к нашему электронщику ну он сказал не там это короче это я не стал ничего выдумывать и заказал новую косу электропроводки на сайте эльтрека то есть в том же магазине где я покупал мотор который я кстати остался очень доволен несмотря на то что я его кочегарил достаточно серьезно в лесу по грязевой дороге он несколько раз у меня вырубался я думал все кирдык не он ожил и работает до сих пор то есть видимо во втором моторе который я купил уже отдельно с контроллером теплозащита была а в первом моторе в оригинале он у меня сгорел после моего первого заезда по глубокому рыхлому снегу вот такая вот печаль ну и так в общем заказал проводку с этого самого магазина если вы будете вписать в комментариях что я дебил а мне похрен я по-другому для себя вариантов никаких не вижу итак пришла проводка именно та которую я и заказывал именно та которая установлена на этом велосипеде исключением является только то что там еще один был разъем но я предположил что возможно для фонаря там специальные разъемы водозащищенные цветные фишки я значит на радиус тех все это подключаю ошибка не пропала то есть замена проводки замена контроллера замена педального ассистента не изменили абсолютно ситуация никоим образом то есть это говорит о том что мое решение отказаться от визита специалиста по сигнализации оказалось верным ну то есть он бы провел диагностику выявил что с проводами все в полном порядке он выполнил свою работу я разумеется за это бы работа заплатил и деньги были бы эти потрачены впустую ну собственно эти деньги тоже оказались потрачены впустую эти 2000 которые потратил на электропроводку но у меня на руках осталась та самая электропроводка которая прекрасно подходит к моему велосипеду и она просто будет запасом поэтому деньги потрачены но не так чтобы совсем впустую поэтому последний элемент который остался это тот самый дисплейный модуль или велокомпьютер на сайте эльтрека он есть и он паскуда стоит 3800 пытаться кому-то давать его ремонтировать как я уже говорил ранее смысла абсолютно никакого нету но здесь я уже так про себя думаю блин такая сколько я еще буду тратить поэтому я полез на Алиэкспресс нашел ну вроде по параметрам характеристикам такой же дисплей стоит он на Алиэкспресс 1700 то есть 3800 и 1700 находил такой же на Озоне там без карта Озона он стоит 4800 то есть ценники вообще скотские и короче вот сейчас ко мне едет новый дисплейный модуль с Алиэкспресс я надеюсь что на этом моя эпопия закончится думаю потому что тут уже все уже нечего менять больше нечего менять вот это вот касательно качества ну я бы наверное не стал бы рекомендовать к покупке вот именно этой модели со всеми вышеперечисленными неприятными моментами вся история этого велосипеда вот с самого начала и до сегодняшнего дня она сохранена и кому интересно тот может ее проследить полностью возможно мне так не повезло не знаю может быть такое я где-то слышал что механизм замыкания как правильно сказать замыкания сопрягания запирания рамы вроде как доработали но сам не видел на против солнца едем теперь велик мне понравился я с первого раза когда я его увидел блин прикольный конек горбунок достаточно запас мощности я грузил на багажник 30 килограмм мешок и спокойно ехал на ручке газа и он спокойно прет с учетом еще моего веса 87 килограмм вот в отношении мощности даже 500 ватт за глаза разгоняется на ровном асфальте до 40 километров легко и непринужденно но ну вот это вот рама разъемная я картинки показал образец велосипеда безразъемной рамы ну это я так просто поискал и да они действительно существуют такие велосипеды поэтому вот свою точку зрения по поводу разъемной рамы я ее не менял я изначально для себя считал что она для меня бесполезна потому что я велосипед храню в подъезде и необходимости складывать его то есть она была однажды раз когда его забирали из магазина и то в принципе я мог тогда просто доехать в автобусе платишь как за багаж и спокойно едешь все никаких вопросов на следующий сезон планирую другой велосипед не знаю как что сложится он кстати это сейчас стоит 113 тысяч на сайте эльтрека а я его покупал два года назад 70 и прямо такой нормальный рост модель точно самая те же 500 ватт тот велосипед который мне понравился я посмотрел так же обзоры только на иностранных ютуб каналах почему то в россии он вообще не представлю никак и никем плюс это минус не знаю возможно я буду опять первым кто расскажет про этот велосипед там преимущество которое мне понравилось центральный мотор бафан и особенность техническая это не цепная передача а ременная то есть он в принципе должен быть бесшумным 250 ватт но там нету ручки газа то есть это классический электровелосипед крутишь педали едешь не крутишь педаль не едешь что в отличие от этого велосипеда я запрыгивал на сидушку нажал ручку газа и все и поехал там этот номер не проканает ну и не страшно буду кататься ну вот такая вот история продолжаю кататься дальше на этом велосипеде восстановленный отремонтированный думаю больше таких серьезных проблем с ним не будет осталось все-таки разобраться я все-таки хочу разобраться с педальным ассистентом потому что когда ты едешь на ручке газа аккумулятор высаживается быстрее домики прикольные с левой стороны высаживается быстрее это тоже перегрев мотора идет разумеется разумеется покажу получилось у меня или не получилось либо я олень не изучил в левой мне нравится кататься вот на такой технике я не хочу убиваться на велопоездках блин приезжать с забитыми ногами а эта техника она дает мне возможность действительно получать удовольствие от поездки сын у меня вот сейчас катается на велике который я показывал рассказывал ему нравится то есть он отключает педального ассистента вообще мотор выключает и едет просто на педали а когда ему требуется заехать на горку он включает и спокойно заезжает на любую горку ему нравится на этом велосипеде с отключенным мотором не поездит я пробовал это мучительная мука елки-палки и лучше такой фигней не страдать вот еще один дебил с самокатом блин как они задолбали крутят и крутят но у того велосипеда посадка такая же то что мне не понравилось руль такой же прямой и есть вероятность что там будет все непросто я единственное что так и не понял сколько же он весит то ли 35 килограмм то ли 25 килограмм этот велик весит 28 с половиной и я все время без особого удовольствия таская его на третий этаж но а тот на алиэкспресс где я его нашел там написано 35 килограмм но посмотрим для вашего интереса любопытства я в описании дам ссылку может быть кто-то все-таки катался на таком велике будет интересно узнать ваше мнение на следующей неделе нет неправильно через неделю с семьей лечу в Питер на неделю напишите где погулять отдохнуть буду очень признателен все всем пока всех с начала трудовой недели завтра понедельник удачи сша на следующей недели на следующей неделе на следующей неделе забавно. Барсик, гулять, Барсик. Барсик, гулять, гулять пойдешь? Барсик, гулять пойдешь? Барсик? барсик ну поиграть чё ты барсик иди поиграть с песиком два года и поиграть барсик ну иди поиграть вот и все-все-все уходит уходит барсик 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 капец какой-то и и и и и и и и и Продолжение следует...